Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Гарничлайф. Меня зовут Игорь и я увлекаюсь водородными разработками. Друзья, я вам хотел кое-что очень невероятное показать. Смотрите, мне попался в руки вот такой вот интересный водородный генератор, водородный реактор. И знаете откуда он? Этот автомобиль появился на улице в Харьково в 1976 году. Журналисты сразу же назвали его машиной будущего. Подъезжая к заправочной станции, водитель, как видите, не интересуется бензином. Он наполняет бак автомобиля обыкновенной водой. Вода вместо бензина. Нам отвечает сотрудник Института проблем машиностроения Академии наук Украины. В нашей машине вместо бака с бензином установлен миниатюрный реактор. В него закладывается энергоаккумулирующее вещество ЭАВ. Вода вступает в химическую реакцию с ЭАВ. В результате выделяется водород. В смеси с воздухом он подается в камеру сгорания цилиндра двигателя. Но дальше все как обычно. Да, друзья, в том москвиче стоял генератор побольше. Но я думаю, что он на самом деле с одного завода вместе с тем водородным генератором, который непосредственно в видео про москвич. Значит, друзья, я бы хотел вам показать более детально его. Потому что SGS-2, это модель водородного генератора, называется SGS-2. И на самом деле очень редкая модель. И вообще такой водородный генератор, мне кажется, подробно никто до меня не показывал в интернете. И поэтому я возьму на себя эту функцию. Выглядит он вот так вот. Давайте его сейчас замерим. Высотой он у нас порядком 24,5 сантиметров. А диаметр его приблизительно около 19 сантиметров. Значит, друзья, мне его дали этот водородный генератор. Он такой уже послуживший, и у него были какие-то проблемы и косяки. Здесь стояла вот такая штучка, которая показывает непосредственно количество электролита. И что же здесь интересного? Когда я все это выкрутил, там стояла такая прокладочка, она уже протекала. Щелочь, которая здесь использовалась, вытекала. И я брать внимание, смотрите, вот, сейчас мы это все вытащим. Смотрите, вроде это алюминий, потому что я даже пока разбирал, чуть-чуть его погнул, но я это выпрямлю. Но мы с вами знаем, что при контакте с щелочью алюминий довольно быстро уходит в негодность. Этот материал даже тяжелее алюминия, но он при этом мягкий. И мысль закрадывается, может быть, в советское время использовали какие-то дорогие материалы, особо не считая их какими-то дорогими, и использовали их только по их характеристикам, несмотря на их стоимость. Потому что очень странно, как вы думаете, что это за металл? То есть, он тяжеленький, тяжеленький, но при этом мягкий. То есть, мягкий металл. Вот. Еще момент, который вам, наверное, будет узнать и увидеть вживую. Смотрите. У этого покрытия, ну, то есть, вот непосредственно краска, которая была окрашена. Но, если вы обратите внимание, здесь какое-то покрытие есть. Вот оно. Вот оно. То есть, какая-то пленка... Сейчас я вам поближе попробую показать. Какая-то пленка была на этом водородном генераторе. То есть, он дополнительно чем-то покрыт. И само покрытие тоже интересно, потому что это не очень похоже на гальванику. Но при этом эта пленка, она... Ну, наверное, с возрастом она уже сейчас отошла. Но она вообще оберегала. Хотя непонятно, а зачем она оберегала снаружи вроде металл. Если у вас какие-то мысли есть, пишите. Здесь непосредственно подключалось питание. А сюда заливался электролит. То есть, все это довольно хорошо выглядит. Видите, оно чуть подокислилось, но оно все живое. И сейчас я вам покажу его внутренности. На самом деле, они тоже очень интересные. Вот какая-то площадка. Вот какая-то площадка. И я так понимаю, она непосредственно позволяла ее монтировать. И вроде как это лабораторный образец. То есть, он в лаборатории стоял. И, скорее всего, и разрабатывался. Для того, чтобы проводить опыты и эксперименты. В отличие от того на Москвиче. На Москвиче видно приблизительно больше. И, я так понимаю, это типа аналог его. И давайте посмотрим, что у него внутри. На самом деле, очень интересная начинка. Как выглядит анод с катодом. Сейчас я попробую одной рукой аккуратненько достать. Вот так вот это все выглядит. Сейчас мы это положим. Давайте туда заглянем. Вот. Здесь тоже прокладка уже умерла. Ее нужно будет заменить. Видите, она уже, ну вот, все негодная. То есть, он, в принципе, и протекал. Все это надо будет почистить. Но давайте посмотрим с вами на анод и катод. Это очень интересно. Во-первых, покрытие. Это, скорее всего, либо серебро, либо что-то еще. Ну, может быть, конечно, это все целиком. Но, мне кажется, все-таки это покрытие. Покрытие все тут. Видите? Я даже сам еще здесь не видел, что здесь болтовое какое-то соединение. И причем, наверное, болты тоже, наверное, необычные, с каким-то покрытием. Потому что они в цвет. Сейчас я приподниму, чтобы вам было видно. Видите, они в цвет. То есть, это не черный металл, либо какое-то покрытие. Тут вот подокислилось. Сейчас я вам покажу, приближу. Вот. И непосредственно мембраны. Вы не поверите, но это никель Ренея. Довольно интересный. И вообще удивительно будет то, что подобные вещи из никеля Ренея, в принципе, я так понимаю, сейчас не достать. Но я, по крайней мере, не нашел производства, где что-то можно сделать из никеля Ренея. И вот он местами уже потрескался. Вообще, я слышал такую версию, не знаю, насколько это точно. Никель Ренея не может быть не в воде. Он сразу начинает воспламеняться. Вот. А тут он в сухом состоянии. Может, он поэтому и потрескался. Вот. Тут видно, что можно, в принципе, большого диаметра, то есть, если это все снять, вместо маленькой трубочки, можно что-то более крупное отверстие для выхода газа поставить. Значит, у него одно отверстие для выхода кислорода. Одно, я так понимаю, для слива электролита. То есть, из него электролит сливался вот по этой трубке. В принципе, он такой уже повидавший жизни генератор. Но все равно, мне кажется, очень необычно вот так вот вживую увидеть советскую разработку, советскую инженерную мысль. И я так понимаю, здесь вот по этим трубочкам в никеле Ренея газ собирался, сюда поступал. И уже здесь, скорее всего, если обратить внимание, этот квадрат, он заваренный. То есть, в нем высверливалось отверстие. И уже здесь по каналу газ поступал сюда и выходил. Вот тоже все уже такое проржавело. Но это надо будет приводить в порядок, чистить, вырезать новые прокладки, изолировать. И я думаю, я его приведу в порядок и протестирую. Вам бы хотелось посмотреть производительность данного водородного генератора? Если да, то пишите комментарии. А если вы вдруг сталкивались или знаете про его работу, кстати, обратите внимание, там какое-то покрытие, вот оно сшелушивается. Если вы близко работали с ним или знаете его основные функциональные показатели, пишите, очень интересно узнать. Вот, приведем в порядок, протестируем его и посмотрим, насколько эффективна советская разработка в сегодняшних реалиях. В общем, спасибо за просмотр. Пока-пока.